уважаемые коллеги добрый вечер я прошу прощения за небольшую задержку 4 минуты сегодня видимо день такой немножко расписание смещается тем не менее постараемся закончить вовремя уважаемые коллеги если кто-то из вас кто впервые участвует в вебинаре если есть напишите пожалуйста я впервые а всех остальных я попросил бы написать откуда вы для того чтобы просто во первых вы покажете этим что вы меня хорошо видите и слышите но во вторых всегда приятно представлять откуда у нас коллеги участвует так есть у нас анастасия миронова пишет впервые марина александра наумова пишет впервые хорошо коллеги я спрашивал почему впервые для того чтобы понять насколько организационные моменты стоит отметить уважаемые коллеги для тех кто впервые на для тех кто впервые в конце вебинара будет дана ссылка по которой вы сможете и код по которой вы по которым вы сможете получить электронный сертификат это сертификаты именные код действует только три часа поэтому коллеги у меня большая к вам просьба вы в течение трех часов после окончания вебинара сертификат пожалуйста скачайте себе инструкция будет на экране потому что потом код будет недействителен это сделано специально чтобы сертификат могли получить только те кто как вы пришли и действительно принимали участие в вебинаре Ну, потому что хочется, чтобы те, кто жертвует своим личным временем, у кого-то уже поздний вечер, посмотрите, Иркутск, вот Ольга Панкратова. Ольга, у вас же ведь совсем поздний вечер, да? А сколько у вас сейчас времени? Новосибирск тоже у нас опережает Москву, Тюменская область. Я везде бывал, и в Якутске бывал, и в Новосибирске. Вот в Салехарде, правда, не был, в Удмуртии и так далее. Я просто по себе знаю, какие у вас, что сейчас. И погода у вас совсем другая, и время суток другое. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы сертификаты получили именно те, кто действительно принимал участие. Поэтому такие ограничения. Вот посмотрите, в Северске 9 часов вечера, у кого-то 21, у кого-то 23 часа. Так и хочется спросить, кто позже. И, коллеги, для тех, кто впервые особенно важно, если вдруг у вас будут перебои со звуком, такое иногда бывает, это зависит от качества интернет-соединения, есть несколько способов того, как вы можете их исправить. Первый вариант. Вы наводите курсорное изображение лектора, появляется ползунок настройки звука, помимо прочих изображений иконок, подвигайте его взад-вперед, и тогда может звук наладиться. Второй вариант. Появляется изображение веб-камеры, точно так же, когда наводите курсор на лектора, нажимаете на эту веб-камеру, и тогда мое изображение замирает, но зато вся освободившаяся ширина интернет-канала пойдет, для того, чтобы звук у вас был лучше. И третий вариант. Вы можете зайти через другой браузер по той же самой ссылке. Если кто-то из вас смотрит вебинар через мобильное приложение, то тем более вам тогда имеет смысл отключить изображение лектора, потому что вы можете регулировать, что у вас будет на экране появляться, презентация или чат, и так далее, и так далее. Посмотрите, чита, 23 часа, чудесный город. Я в чите бывал. Можно ли будет скачать презентацию по вебинару? Да, презентация будет выложена на сайте englishteachers.ru. Там есть специальные темы презентации к вебинарам. И точно так же мы там выкладываем ссылку для просмотра видеозаписи вебинара онлайн. Вебинар мы записываем. Поэтому если что-то будет не очень четко слышно, то вы сможете посмотреть. Вот посмотрите, у нас коллега утром участвовала и сейчас. Но я надеюсь, что вам будет не очень скучно, тем более вы теперь, зная, о чем пойдет речь, может быть, сможете и поделиться каким-то опытом. Потому что я по себе знаю, утром одно услышишь, потом к вечеру продумываешь, начинаешь это по-другому иногда воспринимать. Правда же? Итак, уважаемые коллеги, начнем, пожалуй. Мы будем сегодня говорить о чтении. Я думаю, что не стоит сосредотачивать большое внимание на том, что такое чтение. Определений существует множество, они разные. И в общем-то нам прекрасно они известны в той или иной степени, что это вид речевой деятельности, рецептивный и так далее и тому подобное. Для нас важно из всех этих определений вычинить следующее. В чтении участвуют два механизма. Первое – это механизм восприятия печатного кода, то есть то, как мы дешифруем то, что мы видим написанное. И второе – это механизм активной переработки читаемого, который, собственно, и обеспечивает понимание и осмысление. Уважаемые коллеги, у вебинаров у нас будет целая серия по теме чтения. Сегодня мы будем фокусировать наше внимание на механизме восприятия печатного кода. То есть, соответственно, на первом вебинаре мы будем говорить о том, как же научить детей читать вслух. В том числе с правильным произношением, в том числе с ритмом и интонацией, то есть фактически техника чтения. А в следующем вебинаре, который у нас будет в марте, в феврале, я прошу прощения, кстати, обратите внимание, коллеги, мы завтра планируем открыть регистрацию на вебинары февраля. Причем первый вебинар февраля у нас уже 2-го числа будет, и это в пятницу. Поэтому, коллеги, не упускайте возможности, письма могут еще не до всех дойти, а вебинары уже будут. Приходите, посмотрите. График, посмотрите, какие темы вас будут интересовать. Вот второй вебинар. На нем мы будем говорить о том, как научить, какие приемы использовать для того, чтобы научить читать детей с извлечением информации, причем с различными целями. Я специально разделил материалы, потому что материалы обширные, они достаточно непростые, к сожалению, и в то же время они очень интересные. И соединять в один вебинар, либо пришлось бы вебинар чудовищно длинным сделать, либо лишить вас чего-то интересного. Давайте мы посмотрим вот на что, уважаемые коллеги. Кстати, Светлана Кучко спрашивает, в каком разделе на сайте искать записи вебинаров. Вы заходите на форум, и в форуме есть большой подраздел «Издательство титул», и там подраздел «Семинары и вебинары». Вы заходите в «Семинары и вебинары», и там будет одна из тем видеозаписи вебинаров. У нас, кстати, есть и канал на YouTube. Канал так и называется EnglishTeachers.ru, или даже без точки, и вы сможете просто, и все наши видеозаписи мы туда выкладываем. А с YouTube можно и скачать, кстати, видео при необходимости. Ну, коллеги, возвращаемся к обучению чтению. Как же читать учили много-много веков? Что из этого до сих пор работает, потому что люди не сильно изменились? А что появилось нового? Но исторически обучение чтению строилось с помощью звукобуквенного метода, метод звукобуквенных соответствий. То есть дети учились читать сначала буквы сочетания, причем эти буквы сочетания вовсе не обязательно имели смысл. Мы посмотрим с вами на примеры из двух книг. New England Primer, который был издан в Бостоне в 1690 году, и на книгу юности «Честное зерцало», которая по приказу Петра I была издана в 1717 году, то есть 27 лет спустя. Но 27 лет с точки зрения истории совсем незначительный промежуток, то есть примерно книги я выбирал ровесники. Обучение чтению с пониманием строилось на цитатах из Библии и философов, а также на повседневных диалогах. И мы посмотрим на примеры учебников иностранных языков. Один учебник издан в 1658 году, а второй учебник и того раньше, в 1500-х годах. Мы посмотрим на примеры, и это довольно любопытная вещь на самом деле. Итак, давайте посмотрим на New England Primer. Пример довольно типичный. Обратите, пожалуйста, внимание, уважаемые коллеги. Сначала дети знакомились с алфавитом, причем разные шрифты, разные написания, поскольку печатали по-разному совершенно. А затем шел раздел, который назывался «Is the syllables for children?». И дети учились читать буквы сочетания, например, A, B, A, C, A, D, A, F, A, G и так далее. A, B, E, B, I, B, O, B, U, B. Сейчас вряд ли возможно сказать, каким образом читали, по столбикам, по строчкам ли. Выглядит скорее логически, наверное, по столбикам, но, опять же, никто не мешал после столбиков и по строчкам, наверное, почитать. Наверное, по крайней мере, не знаю, как вам, мне напоминает известный рассказ Льва Толстого и Филипок, который примерно так и пытался прочитать. Вот это помните? Фе и И, Ле и Ли, когда он пытался свое имя прочитать. Вот та же самая проблема, тот же самый подход был. Давайте посмотрим на примеры из юности честного зерцала. Та же самая методика по эту сторону океана в Российской империи. Точно так же слоги двоеписьменные были. Б, В, Г, Б, В, Г, Б, Ю, В, В, И так далее. Потом шли слоги троеписьменные. Бла, вла, гла, дла, жла и так далее. Бле, вле, гле, бли, блю. Я не стал следующую страницу класть, потому что если презентацию показывать ученикам, дети сразу начнут буквосочетания не совсем те, которые надо бы читать. Да, вот так именно и обучали чтению. Очень-очень похоже. То есть совершенно одни и те же подходы использовались. При этом для понимания использовали именно небольшие кусочки для чтения, когда можно было. Они были нравоучительного характера, то есть не только философы. Давайте я вам прочитаю сентенцию номер 17, поскольку она имеет отношение к иностранным языкам. Кстати, коллеги, вы можете увеличивать изображение на слайдер. Для этого нажмите на изображение лупы со знаком плюс под слайдом, и вам будет удобнее прочитать. Итак, Ольга комментирует, похоже на таблицу для чтения Зайцева. Да, действительно, совершенно то, что было 300-400 лет назад, оно по-прежнему так и работает, и используется, и используется. Я вам прочитаю все-таки отрывочек про иностранные языки, то, что советовали молодым дворянам. Молодые отроки должны всегда между собой говорить иностранные языки, дабы тем навыкнуть могли, особливо, когда им что тайное говорит случится, чтобы слуги и служанки дознаться не могли, и чтобы можно было их от других незнающих болванов распознать. Ибо каждый купец товар свой похваляет, продает как может. Довольно любопытная цитата. Ее можно, кстати, и ученикам показать, и спросить, как они ее понимают, что они считают. Так что вот такие были нравоучения и забота об обучении иностранных языков, их популяризация. А как же обучали чтению на иностранном языке и вообще иностранному языку? Посмотрите, вот пример той самой книги, 1658 год. Это книга Яна Амоса Каменского, была изна в Нюрнберге. И посмотрите, как здесь было. Картинки, иллюстрации из окружающего мира, название на латыни и фраза на английском языке. И посмотрите, вот эти фразы на английском языке. То есть тут говорилось о том, кто что делает. Например, the wind blows, the mouth breaks out, the duck quarks и так далее, и так далее. То есть учили, целыми фразами читали, но именно вот в таком ключе было. Довольно знакомо нам это все, правда же? А вот еще историческая перспектива, 1554 год. Если вы помните эту историю, английская королева Мария, Queen Mary, не Мария Стюарт, Мария Тюдор, выходит замуж за французского короля Филиппа II. И испанцы начинают учить английский, потому что территории теперь вроде бы как на троне объединяются, одной властью монархами, а англичане начинают учить испанский, потому что это открытие для торговли и новые возможности. Выходит книга, которая имеет название, которое, как сейчас любят говорить, название продающее. A very profitable book to learn English and Spanish. Тоже мотивация. И посмотрите, дается ситуативная идеология. И так обучение строилось. Два персонажа, Францис, или то, как читалось Францис тогда, и Роджа. Я вам прочитаю вслух то, что написано, для тех, кому видно не очень хорошо, или с мобильных устройств. И я, с вашего позволения, буду читать все-таки в современном прочтении, потому что я не уверен, что я смогу прочитать на английском 16 века правильное произношение. Итак, стук в дверь. Францис откликается. I go very gladly. Who knocked at the door? A friend opened the door. Is it thou, Роджа? It is I. Is thy father at home? Yeah, and my mother too. Come in. I will go and tell my father thou at come. Francis, see all things be ready that you may sit down. Это отец команду дает. Father, all things be ready when you will. You may sit down. Rogers, come. It is well. I will come by and by. Call the boys. I will gladly. Коллеги, если бы этот диалог был бы написан современными выражениями из современной орфографии, скажите, пожалуйста, казался ли бы он чем-то из совершенно чужого времени, чему уже около 500 лет, или это было бы похоже на многие учебники, которые мы с вами видели. Вот какие у вас ощущения, когда вы смотрите на эти диалоги? Потому что, видите, на древних книгах, на другие книги вы сказали, похоже на таблицу. Похоже, правда? Более того, вот давайте мы с вами своем помните учебник Старкова Диксона. Там были диалоги, там была Лена Стогова, мы читали рассказы, диалоги. А помните учебник Аракена, по которому многие учились в ВУЗе. Там вот эти вот были диалоги, была персонаж Бетель Смит, про которую мы наизусть учили и рассказывали, и учебники Матюшкина и Герки, и так далее, и так далее. О чем, почему я про это говорю? И зачем я провожу такие параллели? Затем, чтобы показать, что те подходы, которые работали 500 лет назад, они и сейчас работают. Но возникает другой вопрос. Неужели за эти века, даже ни годы, ни десятилетия, неужели за эти века не появилось ничего нового? Не появилось новых средств, которые облегчали бы нам работу и помогали бы обучать детей лучше? Правда же? Давайте посмотрим на это. Откуда берутся сложности в английском языке в обучении и чтению? Мы даже сейчас не будем вдаваться в историю языка, не будем вспоминать The Great Vowel Shift, когда одни и те же буквы сочетания стали читаться совершенно по-другому, и поэтому сейчас написано одно, а читается другое. Если, кстати, вам, коллеги, интересно, как звучал язык тех времен, язык Шекспира и прочее, есть замечательные рассказы об этом на YouTube, великолепного британского, я хотел сказать, и, наверное, я не ошибусь, если я расскажу, великого британского лингвиста Дэвида Кристалла. Если кому-то интересно, попробуйте наберите после вебинара на YouTube «David Crystal – How Shakespeare sounded», и вы услышите, где Дэвид Кристалл объясняет, как тогда звучал английский язык в те времена, и как это было любопытно. Но вот с тех пор прошел тот самый 18 веке великий сдвиг гласных, изменились правила чтения, и к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что сразу вопрос предусмотрен сертификат, и да, в конце вебинара будет полная информация, как получить сертификат электронный, будет дан код в конце вебинара, и вы сможете получить сертификат. Итак, мы пришли в результате вот этого исторического процесса к тому, что сейчас графический образ слова не полностью соответствует звуковому образу. Я взял кусочек стихотворения для вас. Стихотворение непростое, и это вот то, что называется «The chaos». Его написал в 30-х годах XX века бельгийский учитель английского языка, и он в это стихотворение включил все наиболее сложные случаи чтения. Это то, что называется с фраз «Dearest creature in creation, study the English pronunciation». Что здесь важно? Важно то, что здесь такие сложные случаи, которые даже носителям непросто даются. Я сам проверял, проверял на английских студентах, на британцах, которые приезжали в университет, когда я в университете преподавал. Я их просил прочитать вслух, и у них тоже многие вещи вызывали затруднения. Я для вас прочитаю, давайте, этот кусочек, который вы видите перед собой на экране. А я посмотрю. И давайте посмотрим, какие слова показались для вас неожиданными по чтению. Я честно признаюсь, я смотрел словарь, проверял, как эти слова звучат правильно. Итак, посмотрите, послушайте, вернее, и посмотрите. И так далее, стихотворения на самом деле довольно длинные. И мы видим, что здесь таким образом сгруппированы слова, что в разных типах слогов одни и те же буквы сочетания читаются по-разному. Например, посмотрите, и дота, и лавца. Совершенно не так читается два слова, хотя пишется почти одинаково, правда же? То же самое, посмотрите. И топселс, и айлс. Разные, правда? И вот та самая проблема, как вы и говорите. Много исключений, дети путаются, и освоение алфавита и правил чтения требует довольно долгого времени, что очень неудобно в обучении иностранному языку. Приходится заучиваться, тут действительно сам спутаешься, как пишет Анна. Правда же? Я когда проводил утром вебинар, приводил этот пример, одна из коллег написала, что они в университете просто учили это стихотворение наизусть. Тяжелый путь, самый тяжелый, когда наизусть учить, но зато он очень хорошо помогает потом разобраться и произносить такие сложные вещи. И вот та самая проблема, когда, как коллеги пишут, дети читают мало, и они легко это все забывают. Топсико необычно. Но на самом деле, это же греческие, вот эти имена, богов и богинь, они как раз и читаются, на наш взгляд, странновато. Здесь еще и манера чтения древнегреческого языка. Вы знаете, даже в русском языке был очень долго спор, как читается одна греческая буква. Я имею в виду, у лингвистов средневековья никак не могли понять. Вы же помните, наверное, вплоть до времен Ивана Грозного слово библиотека, которое мы сейчас читаем как библиотека, произносили как виблиофика. Вот та самая буква Б, которую сейчас мы знаем, что она звук Б дает, про нее считали, что она читается как В. И вместо И библиотека, виблиофика получалась. Вы знаете, как узнали, убедились в том, что это именно как Б читается, а не как В. Был лингвистическое открытие, и в то же время литературное. Нашли одну из древнегреческих пьес, я не помню, говорят, что вроде бы Гесиода, но я не уверен. Итак, нашли одну из греческих пьес, где одним из эпизодов было написано, что через сцену проходят стадо овец, и овцы блеют. И тогда уже все вздохнули с облегчением, потому что явно овцы не могли блеять вот так, и поняли, что так буква и читается. Так вот, уважаемые коллеги, и отсюда вот эти греческие имена так странно читаются. Anemone, как пишет Наталья, действительно тоже читается неожиданно. А это вот в основном действительно. Anemone, это же опять из греческого языка пришло. Вот очень много вещей, которые читаются по правилам других языков, но плюс еще они успели. Где-то редукция и прочее. Конечно, каждое слово можно объяснить. Этимологию правила, как что менялось исторически. Но детям этого объяснять просто нет времени. И это уже задача скорее для лингвистических факультетов. Так вот, какие же делались попытки преодолеть трудности? Вот коллеги пишут, еще учили в университете стих, где-то исключение, так это то самое стихотворение и есть кусочек оттуда. Вы, наверное, просто не вспомнили. Итак, какие делались попытки преодолеть трудности? Попытки делались. Во-первых, в 19 веке и вплоть до 1910-х годов при обучении детей сначала использовались адаптированные алфавиты. То есть, вместо сложных буквосочетаний использовалась букву, но давали надстрочный знак и так далее. Вместо того, чтобы снять трудности, это приводило к росту трудностей. Потому что сначала дети, получалось, осваивали одни правила чтения и один алфавит, а потом вдруг они осваивали другие правила чтения и другой алфавит, что не совсем верно. Правда же? Более того, вы наверняка помните попытки в начале 20 века, отчаянные попытки реформировать правописание английского языка. Тут можно и Бернарда Шоу вспомнить, который пытался избавиться от некоторых буквосочетаний. Может быть, кто-то вспомнит президента Рузвельта, вот того самого не Франклинда Лано Рузвельта, а Теодора Рузвельта, который еще в начале 20 века в США был президентом. Более того, он специальное распоряжение издал о реформе орфографии и все бумаги Белого дома во время президента, президентства Теодора Рузвельта. Кстати, он дядей, по-моему, был Франклинда Лано Рузвельта или двоюродным дядей. Так вот, во время его президентства все бумаги писались именно с особной правилами орфографии. Но не прижилось, не смогли реформировать даже на таком высоком уровне. Потом быстренько вернулись опять к прежнему написанию. И до сих пор где-то по завещанию какого-то из лингвистов, по-моему, если даже не Бернет Шоу, я не помню сейчас точно, только сейчас вспомнил, поэтому не проверил перед вебинаром. До сих пор лежит в банке миллион фунтов, который завещан тому, кто сможет успешно реформировать орфографию английскую так, чтобы она отражала звучание современной речи. И до сих пор никто этого миллиона так и не получил. Как пытались по-другому методически реформировать? А вернее, не реформировать, а избавиться от этой проблемы. Ну, во-первых, ряд методов используют устные опережения. Это аудиовизуальный метод и аудиолингвальный. Аудиовизуальный — это когда мы слушаем и картинку смотрим сначала, аудиолингвальный — когда мы сразу проговариваем. Влой до того, что не просто устные опережения, а даже устный вводный курс. То есть сначала небольшое количество слов на английском языке и фраз без опоры на чтение, и параллельно, не спеша, с каким-то темпом изучают алфавит. А вот потом уже, когда алфавит и основные правила чтения заучили, причем, к сожалению, содержание устного курса не очень связывалось с тем, какие буквосочетания и слова дети учились читать. Поэтому некоторое время обучение шло порознь, но потом, когда это обучение синхронизировалось, если можно такое слово здесь использовать, то тогда появлялась опора. И, конечно, этот устный вводный курс и устное опережение давалось очень-очень тяжело. Да, вот посмотрите, коллеги, как Мария Карташова пишет, сейчас многие сокращают слова или сленг, особенно с появлением компьютерных игр. То есть те же самые попытки решить эту проблему, но проблема не решается. Еще один способ преодолеть эти трудности — это резкое увеличение времени на обучение чтению. Что это за увеличение времени? В начальных классах в США и Великобритании есть так называемый literacy block. Это, конечно, не только изучение алфавита, не только изучение техники чтения. Это еще и чтение книжек, когда и учитель вслух читает, и дети сами читают. Но это именно блок. Это непрерывное время, которое посвящено обучению чтению каждый день. И посмотрите, мы сейчас говорим о носителях языка. Начальный класс США — 90-150 минут в день в зависимости от школы. В Великобритании каждый день — 60 минут в день в начальной школе. Дети обязательно учатся читать. И правила чтения, и учатся читать вслух, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, посмотрите, это, конечно, кардинальная попытка преодолеть трудности. У нас такой возможности в школе в ближайшие годы не предвидится. Вы сами знаете, сколько у нас часов в неделю на все. Не то, что на чтении, не то, что на литросе, а вообще на все обучение английскому языку отводится. И при этом нужно показать результат. А алфавит-то еще для нас вообще не родной латинице. Есть еще один путь. Давайте мы на этот путь посмотрим. И это то, о чем мы тоже сегодня поговорим. Посмотрите, пожалуйста, верхний абзац. Если не приглядываться, то вы увидите, то вы легко прочитаете совершенно без проблем то, что там написано. На самом деле, почти в каждом слове у нас буквы перепутаны местами. Почему же это не так бросается в глаза? Вот, кстати, то, что Ольга пишет. В англоязычных странах есть серьезный, большущий, действительно, конкурс соревнований. Особенно в Америке это популярно. Это соревнование, есть победители и штаты, и на федеральном уровне. То, что называется Spelling Bee. Когда дети просто заучивают, как слова пишутся, и потом они на этот конкурс приходят, им слово произносят вслух, они его должны написать и проверяют, кто правильно написал. Там целые списки огромных слов есть, которые они заучивают. Вот там, кстати, мы и Type Seeker, и прочие вещи можем найти, и Anemone, и так далее. Но, возвращаясь к нашему эксперименту, почему мы легко прочитали то, что написали? Коллеги, было кому-то трудно прочитать то, что в верхнем абзаце написано? А то я так с такой уверенностью заявляю, что все легко было? Или все-таки на самом деле не так легко? Не было проблем, да? Потому что кто-то пишет «да», кто-то «нет», кто-то «ничуть». И надо расшифровать сначала, что имеется в виду. Не было трудностей. Одна простая причина, почему этих трудностей не было. Потому что на самом деле мы не читаем каждую букву в слове. Мы воспринимаем, уже взрослые люди, когда у нас сформировались эти умения, мы смотрим на слово целиком, и если общий силуэт слова узнаваемый, то мы даже не вчитываемся, что там написано. Проводились в 70-х годах такие эксперименты. Знаменитый эксперимент Джеймса Маккина Каттела, который показал, что мы действительно воспринимаем слово как единое целое. Что это был за эксперимент? Испытуемых сажали перед экранами, и на экране буквально на секунды показывали то слова, то буквы вперемешку, а потом просили вспомнить, что они видели. И оказалось, при том, что и на показ слова, и на демонстрацию букв было отведено одинаковое время, и оказывалось, что слова вспоминались быстрее. А вот если бы мы читали бы каждую букву, мы просто не успевали бы тогда эти слова читать. И более поздние эксперименты проводились, которые еще уточнили данные этого эксперимента Маккина Каттела. Они показывают, что мы параллельно можем воспринимать и отдельные буквы, и группы букв. Это orthographic patterns, это те буквы, которые очень часто встречаются рядом друг с другом в словах в тексте. И целые слова. Вот как Ольга пишет, даже не заметил, что буквы в том абзаце перепутанные. Действительно, потому что пока не привлечем внимания, при этом мы учителям и привыкли на такие вещи смотреть. Если вы покажете записку таким образом, напишите кому-то из родственников, то родственники вообще это не заметят. Итак, коллеги, и вот эти вот эксперименты, они привели к новым вопросам. Как всегда в жизни, новые открытия, новые вопросы, следующие перспективы открываются. Так что же вообще является единицей чтения? И соответственно, если мы поймем, что такое единица чтение, что такое единица. Потому что, ну, я, наверное, не на все вопросы смогу ответить. Во-первых, что-то будет за рамки вебинара выходить. Во-вторых, мое мнение — это только мое мнение. Это всего лишь одного из специалистов. Итак, можно ли давать фонетику без акцентирования на словах? Например, буква «Би» и все возможные варианты «Би», «Бэй», 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 «Бэй». Давайте мы посмотрим чуть позже. Я надеюсь, что я покажу вам ответы на эти вопросы, хотя бы частичные. Как можно перекинуть мостик между желанием детей знать, что они читают, и в то же время, как их не отвлекать от правил чтения и от фонетики. Хорошо? Итак, метод звукобуконных соответствий. Он еще в англоязычной методике называется «Фоникс». Есть ли вообще разница между тем, что понимается под методом звукобуконных соответствий в России и под «Фоникс» в англоязычной методике? На самом деле, есть несколько видов «Фоникс», и все зависит от того, с чего мы начинаем. Если мы идем от звука к букве, я сейчас покажу, как это работает, и учим потом их детей сливать звуки в слова, то это то, что называется «Blended Фоникс» в Соединенных Штатах, а в Великобритании это называется «Synthetic Фоникс». Если мы идем от буквы к звуку, наоборот, вот буква, вот какие звуки она дает. То есть, посмотрите, в первом случае «Blended Фоникс». Вот звук, вот какой буквой он может передаваться на письме. А давайте почитаем. А здесь наоборот. Вот буква, вот какие звуки она дает. Теперь давайте читать. И мы показываем, как могут читаться одни и те же буквы. То это то, что называется «Analytical Phonics», и это более традиционно, более привычно для нас с вами. Давайте посмотрим на алгоритм работы. То же самое вопрос. Правильно ли писать транскрипцию на русском языке в начальных классах? Коллеги, а как вы считаете? Вернее, давайте так. Вы за или против того, чтобы писать транскрипцию русскими буквами в начальных классах? Напишите плюс или минус, а когда вы напишите, я вам свое мнение скажу. Хорошо? Большинство против. Вы знаете, я тоже против. Я объясню почему. Дело в том, что русские буквы передают русские звуки. Мы с вами прекрасно знаем, что «Р» — это не то же самое, что «Р». И «Т» — это не то же самое, что «Т». Правда же? И «УА» — это совсем не тот звук, который можно записать какими-то русскими буквами. То есть в этом-то и проблема. Если дети пишут русскими буквами, то они и читать, и артикулировать будут по-русски. И результат кончится тем, что дети будут говорить по-русски только английскими словами. И отсюда и появляются те самые проблемы. Когда приходит ученик, и у него начинается «фаза» — «маза» вместо «фада» — «мада». Тут и долгота звуков, которые никак в русском языке не показываются, и звуки которых нету, и которые просто по-другому артикулируются. Но, опять же, это моя позиция. У кого-то может быть позиция другая, кто-то, может быть, обходит эту проблему какую-то. Но, тем не менее, я здесь вижу такую проблему. Это то же самое, что не имеет смысла записывать русские слова английскими буквами, пытаясь передать звучание. Это будет звучать очень смешно, и сразу появится акцент, когда будут пытаться читать. И англичане так и прочитают. И вот действительно, проблема в том, что это закрепляется, а исправить потом крайне сложно. Если артикуляция упущена, дело в том, что мы все делаем по привычке. Всегда. И очень трудно выйти за рамки привычки. Проводились недавно эксперименты. Сотовые телефоны помогли. Начали отслеживать с помощью GPS передвижение людей. И заметили, что люди абсолютно так же, как муравьи. И неважно, в городе, в селе, в небольшом, в поселке и так далее. Они все ходят каждый день одними и теми же дорогами, вплоть до того, что даже на метр в сторону не отойдут. И дело не в тротуарах, а вот есть тропинка, по ней и идет человек. И даже когда погодные условия меняются, и удобнее было бы пойти по другой дороге, мы все равно по привычке сначала стараемся идти по привычной дороге. И только потом мы свой маршрут перестраиваем, когда уж совсем первая дорога не то, что непроходима, а непролазна. Я думаю, что если вы посмотрите на то, как вы работаете, вернее, как вы действуете, то вот действительно, как Наталья Малшу пишет, шлепают по грязи, действительно так и происходит. Но вернемся к blended или к synthetic phonics. Как идет работа? Сначала мы знакомим детей с названием букв и звуками, но все равно знакомим их. Затем учим читать и сливать. Я сейчас покажу, что такое сливать слова из двух букв, потом из трех букв, из четырех. Очень похоже, кстати, на то, что мы с вами видели в учебниках каких годов 1690 года. Правда же? И можно карточки использовать, например, с картинками, и буквы выделены. Например, мы говорим, л is for lizard. Л, lizard. Какой мы звук выучили? Л. С какого звука начинается это слово? Какая буква передает? Ну-ка, давайте читать. Как это может выглядеть? А посмотрите, что такое слияние? Это делается вот так. Так, вот перед вами таблица примеров того, что могут дети читать. Это реальные таблицы. Вот, кстати, опять же, немножечко возвращаясь к произношению, Карташов пишет, я давал такой пример в четвертом классе. Прочитать три слова. Free, free, free. Сразу отпал вопрос, зачем нам транскрипция межзубной звуки? А я, знаете, я даю противоположный пример детям. И детям, и взрослым, которые только начинают английский учить. Я им объясняю сначала, как артикулируется звук d. Ну, тот кончик языка на арвеолах и так далее. А потом говорю, а теперь, дорогие дети, скажите мне, пожалуйста, произнесите только одно предложение. Дедушкин дом далеко-далеко. Но в нем, да, сделайте английским. И как только они начинают произносить, меняя вроде бы только один звук, сразу начинают хохотать. Там чуть ли не на парты падают. Им самим смешно становится. И причем они себя слышат, не только окружающих. Но они тут же очень быстро делают вывод. Для тех, кто не успевает сделать, я им помогаю. Они делают вывод. Стоит только один единственный звук произнести не так в потоке речи. И сразу появляется акцент. Сразу все смещается. И после этого я говорю, теперь понимаете, почему важно каждый звук правильно артикулировать. И как это будет звучать. Вот такие вот подходы. Итак, возвращаясь к blending. Как это происходит. А посмотрите. Детям показывают буквы. Вот мы ввели эту букву A. И буква T у нас есть. И мы говорим, смотрите, at. И потом все меньше паузы. At. Пока дети не смогут читать полностью букву сочинания. At. Потом то же самое. Не IT мы говорим, а в грим. It. 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 On. И так далее. И CAT мы не говорим C-A-T. А мы именно показываем K-A-T. CAT. CAT. Вот здесь что важно. Это, кстати, неплохо работает, когда мы хотим, чтобы дети научились слитно читать. Но в чем здесь сложность у русских учителей? Дело в том, что мы иногда у нас в речи начинают, когда мы отдельные буквы произносим, у нас звучат отзвуки, призвуки всякие. Вместо звука T, а он же беззвучный, помните, никакого голоса нет. T. То есть тут вообще никакого. А у нас говорят T. И вот это T так и получается. И получается вместо AT. Получается AT. Но мы же не говорим предлог вот этот вот как AT по-английски, правда? И не IT. Нет такого отзвука. У японцев отзвуки бывают, когда они по-английски говорят, это признак японского акцента. Все равно это должно быть AT, это должно быть CAT. И вот когда мы детей учим, то вот такое у нас и должно быть четкое. Очень надо здесь за собой следить, чтобы никаких посторонних отзвуков не было. Иначе дети так и начнут нам говорить, а мы будем удивляться, откуда что взялось. Есть такая проблема. Где можно заметить элементы такого blended phonics, подхода, такой разновидности звукобуквенных соответствий? А давайте я вам покажу. Коллеги, кто из вас знаком с тренажером Елены Васильевны Русиновой, который так и называется тренажер по чтению буквы и звуки? Если вы знакомы или не знакомы, есть ли кто-то, кто не знаком? Этот тренажер довольно известный. Он впервые выходил в 2008 году, но в этом году, в ушедшем уже в 17 издательстве, титул его выпустило. Автор переработала его немножечко. Мы его визуально переработали. Новые упражнения появились и так далее, и так далее. Для тех, кто не знаком, особенно будет интересно. Посмотрите, что это за тренажер. Есть урок, в который содержит объяснение правил чтения, транскрипцию, тренировочные задания. Есть уроки для повторения. Есть еще кое-что. Давайте мы внутрь заглянем и посмотрим, что же там есть. Что это за уроки и где там основа для blended phonics. Опять же, не обязательно все обучение строить на blended phonics. Просто посмотрите, а вдруг вам что-то пригодится. И посмотрите, вот вам разворот. Самый первый урок. Буква И в закрытом слоге. Мы объяснили детям, вот как вы и писали выше, что не всегда объясняются правила чтения в учебниках. Приходится объяснять, компенсировать, времени не хватает, силы тратится и прочее. А вот посмотрите, детям объяснили И, какой она звук передает. Мы параллельно еще несколько букв увидели. Ти, которые передают звук Т, Н на Фи, Ф. А потом посмотрите. Я сейчас все буквы покажу, чтобы система работы была понятна. А потом мы сосредоточимся на конкретно blended phonics, где у нас могут сработать. Задание следующее. Запоминай, читай, пиши. Мы показали, как читаются слова, например, Тен. И посмотрите, у нас за главными буквами слово написано, маленькими. Потом стрелочки, какой звук каждая буква дает. Помните, то, о чем мы с вами говорили. И транскрипции все слова. И затем мы Ти, большую и маленькую, написали по строчке. Тен за главными буквами, Тен маленькими. И так далее, все остальное. Следующее упражнение. Соедини слова и картинку. И картинки отработали. Найди слова, в которых есть звук П. Нашли. Водсетч. Потом прочитай слова. И вот у нас есть столбики. Выделено буквы сочетания, на которые надо обратить внимание. И получается. Пен, Тен, Пет, Мет, Нет и так далее. И поменяй буквы строчные на заглавные. И вот давайте разберемся. Алсу Набиуллина спрашивает, почему убрали секреты произношения. Книжка получалась крупной. Мы их не убрали. Мы их выложили бесплатно для скачивания на сайт englishteachers.ru. Их можно скачать. Итак, посмотрите. Вот эти самые элементы blended phonics. Мы показали, какой звук. Гласный красным, согласный синим. Чтобы детей вот эта кодификация еще визуально была видна. И посмотрите теперь. Мы как раз и говорим. Тен. 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 Научились читать. И вот так с каждым можно поработать. Так что, в общем-то, это будет удобно. Вот кто-то пишет, с диска скачали. Если вы скачали сам тренажер старое издание, там нет всего того, что должно быть. Здесь появилось кое-что новое. А что там появилось, давайте-ка я вам покажу. Во-первых, появились таблицы списки слов для дополнительного чтения. Причем именно дается по урокам, вот по этим буквосочетаниям. И это очень полезно, то, чего не хватает. Во-вторых, появился раздел «Проверь себя». Вот они, картинки. Вот почему. Что мы заменили на секреты произношения. Появились вот эти вот картинки. Это такого рода проверочные диктанты. Посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги. Напиши слова изученные и соедини слова с картинками. То есть мы еще и повторяем эту лексику. И есть подробные очень рекомендации по поводу того, как каждый звук вводить и что это давать. Analytical phonics. Здесь подход другой. Помните, мы идем от буквы к звуку. Не от звука к буквы, вот звук С, и вот как он передается. А от буквы вот такая-то буква, как она передает. Точно так же. Вот здесь мы анализируем, как читаются буквы. Сначала смотрим на примеры, на списки слов, так далее, как читаем их вслух. Знакомимся с правилами чтения. Анализируем списки слов с одной и той же буквы, читающейся по одному и тому же правилу. Изучаем, какие же звуки эта буква может передавать. То есть не принцип один звук, одна буква, а одна буква и звуки, которые она дает. И читаем слова по изученному правилу. Это то, что для нас, в общем-то, довольно понятно. Вопрос или комментарий, то, что пишет Марина. А, кстати, Алсуна Биульна, в Казани ни в одном книжном магазине нет этих книжек. Пришлось заказать через сайт Лабиринт. Вы знаете, и на сайте Лабиринт, и на сайте озон.ру, и на сайте englishteachers.ру. Кстати, у нас пока еще все еще доставка только почты, но уже примерно через неделю появится доставка ЕМС. Через неделю, дней через 10. Потом у нас еще через пару-тройку недель появятся доставки разными курьерскими службами. Более дешевыми в том числе вполне возможно. И в течение весны у нас будет на выбор большое количество способов доставки из магазина englishteachers.ru. И комментарий, то, что пишет Марина. Изучаем U в открытом слуге, отрабатываем чтение. Я немного замешательств. Как прочитать John и Jude? Ну, вернее, если читать по правилам, то U в открытом не звучит, не пойму. А здесь же как раз полные правила, вы сейчас увидите, полные правила как раз и показывают. После некоторых звуков читается как U, после других читается как U. Редукция происходит. Поэтому здесь очень важно, какая таблица с этими звуками и с правилами чтения у вас есть. Насколько она понятная. Вот то, что пишет Светлана. Сейчас в новых учебниках этого нет совсем. Обучение идет от слова к звук. Причем на все, про все 5-7 уроков. Коллеги, так в этом и проблема. К сожалению, вот, кстати, напишите, хватает ли вам в ваших учебниках материалов по чтению или не хватает. Хотя я сильно подозреваю, что если материала хватало, вы бы на этот вебинар не пошли бы. В этом и проблема, к сожалению, что учебники, которые создаются для восприятия в языковой среде, они кардинальным образом по подходам отличаются от учебников, которые созданы для восприятия иностранцами вне языковой среды постоянной. Просто потому, что должны быть вот эти вот материалы. Действительно, и времени мало. Вот у кого-то материала достаточно, а времени не хватает. Вот как раз один из принципов, и это очень важный принцип, пособия должны быть настолько понятны, чтобы ребенок мог с минимальной помощью от учителя, вот чуть-чуть объяснили на уроке, а затем, пожалуйста, делай сам, дома делай и так далее. Вот одно из таких пособий, мы с вами видели тренажер Русиновой Елены Васильевны, замечательной. Мы с вами видели, кстати, коллеги, кто пользуется, какие у вас впечатления от тренажера, буквы и звуки, о котором мы говорили. А я вам расскажу про пособие «Как читать на пять». Его авторы – учителя из города Дубна Елена Владимировна Журавлева и Дарья Михайловна Тимушева. Кстати, вы знаете, откуда появилось вот это вот пособие? Я проводил вебинар в конце июня. Я сказал, если у вас есть разработки, которые вам было бы интересно опубликовать, присылайте. Елена Владимировна Журавлева была участником вебинара, она мне прислала разработанный ей и ее соавтором тренажер, вот этот вот. Мы его немножечко переработали, и вот он уже вышел в конце декабря. Так что большое спасибо здесь вебинару. Вот посмотрите, впечатление про тренажер Русин – очень хорошее пособие, дети хоть читать начали. Действительно, там сложно было бы не научиться читать и стремяться забегать вперед. Но давайте посмотрим на книгу «Как читать на пять». А посмотрите, вот как раз таблица английские буквы и звуки. И вот здесь, если мы посмотрим, то у нас «ю» передается и «у» долгий, и «ю», и «а». Правда? Потом основные правила чтения. Гласные здесь, буквы сочетания, там еще сложные сочетания. И так далее все это есть. Я думаю, что это решает проблему, о которой вы говорили. И посмотрите, пожалуйста. Здесь немножечко другая подача. Давайте посмотрим, чем она будет интересна. Здесь черно-белые пособия для того, чтобы дети могли картинки и пораскрашивать. И посмотрите. У нас сначала дается, вводится понятие типа слога. Тип слога первой. И тут же правило очень простым языком написано. Гласные буквы в открытом ударном слоге читаются так, как называются в алфавите. Прочитай и запомни слова. С помощью учителя дети читают слова. Вот эти вот «lake playing cake plate». Затем, какую букву в этих словах мы не читаем. То есть пошел тот самый анализ. Помните, «analytical phonics». Затем, напиши слова из упражнения «один», «дети написали». Потом у нас добавляются еще слова по этому же принципу. Но нам же надо убедиться, что дети понимают эти слова. И здесь задание следующее. Поставь букву в правильном порядке, чтобы узнать значение английских слов. Прочитай английские слова. Здесь у нас русские буквы перепутаны в словах. Первая буква как опора дается, потому что значит второклассникам трудно было бы. И вот тогда дети понимают, что «take» — это «брать». Они поиграли, поразвлекались вроде бы, но они же уже поработали. Первые два упражнения и почитали, пописали. Уже пять минут. В общем-то прошло. Надо менять вид деятельности. Правда же? Потом напиши английские слова из упражнения «три», а они, помните, из упражнения «один» повторяются. Здесь добавляются. Затем та самая буква, как вы говорили. Буква «си», которая читается как «к» и как «с», мы к ней еще вернемся. И в этой книге вернемся. Там есть она. Прочитай слова. Дети читают слова столбиками. И чтобы было понятно, что именно столбиками, столбики отделены друг от друга. И, наконец, задание, которое может вполне пойти на дому, же соединить слова с транскрипцией и переводом. То есть мы еще и с лексикой немножечко разбираемся. Правда? Что еще нам может помочь? Нам могут помочь карточки. Как вы уже писали, уважаемые коллеги, карточки с картинками и словами. Есть вот такое издание алфавитной карточки с картинками. Английский язык. Она что-то рублей 50, по-моему, стоит в интернет-магазине. То есть совсем недорого. И там перечислены игры, в которые можно с карточками поиграть. К играм мы сейчас вернемся. Давайте мы посмотрим, как карточки выглядят. Книга небольшая. Карточки разрезные. Они очень удобно ложатся детям в ладошку. Я на утреннем вебинаре спросил, говорю, коллеги, кто этими карточками пользуется. Несколько человек, которые используют, очень довольны. Кто-то использует безо всякой. Здесь достаточно тонкая бумага. Она не просвечивает, она плотная. Но это не картон. Потому что иначе было бы и разрезать трудно, и хранить. Как пользуются? Кто-то пользуется так, как есть, и все в порядке. Кто-то ламинирует. Но ламинирует, опять же, в кавычках. Берут широкий скотч, разворачивают ленту скотча, кладут карточки. Потом с обратной стороны тоже ленточкой скотча разрезали. И вот они получились уже целлофонированные у вас. Здесь довольно просто. Так же, как алфавит. Картинка. Буква, с которой начинается с обратной стороны, написана по-английски. Транскрипция и перевод. То есть, вот такие вещи. Наталья Малышева пишет. Мы пользуемся в начале года. Помогли? Что полезного было? Вот, кстати, комментарий Ульяны. Это действительно огромная проблема. Мы учимся по бралю, то есть пальчиками. Не хватает ни времени, ни материала. Осязание у многих слабо развивает. Процесс чтения заметно замедляется. Да. Хорошо, что есть сейчас так называемые спецвгосы. Это стандарты для детей с разными проблемами в развитии, с особыми потребностями и возможностями здоровья. И эти вгосы как раз и для слабовидящих детей, детей и потерявших зрение. Эти вгосы как раз и помогают детям. Эти вгосы, по крайней мере, они нам позволяют немножко по-другому или сильно по-другому программу строить. То есть, вот с этим работать. Коллеги Екатерина пишет. Звук пропал. Остальные слышат меня или это у всех проблема? Слышите? Ну хорошо, тогда продолжаем. У метода звукобуквенных соответствий есть свои плюсы и минусы. Посмотрите, пожалуйста. Я думаю, что вы согласитесь. Плюсы. Если дети изучают чтение методом звукобуквенных соответствий, то они очень прочно запоминают материал, потому что отработка им вполне понятна. Если дети увидят незнакомые слова, они их тоже прекрасно прочитают. Правда же? Потому что, ну, правила есть. По правилам они прочитают. Если будут какие-то затруднения, всегда можно правила еще раз повторить. Но есть и минусы. Во-первых, отработка через такие дриллс может быть скучной. Скучной. Она снижает мотивацию. Если ребенок правила пропустил или не понял, то прочитать незнакомое слово он не сможет. Опять же, если попалось исключение, ребенок тоже его, скорее всего, прочитать не сможет. И все это, как вы и писали, требует времени, требует подробное объяснение, требуется. Как можно компенсировать, решить эти проблемы? Ну, то, что отработка может быть скучной. Есть игры, которые позволяют отрабатывать чтение интереснее. Я вам сейчас покажу некоторые примеры. Если... И вот то теперь, о чем вы уже говорили в чате, я здесь просто повторяю. Повторяю. Если ребенок, например, правила пропустил или не понял, то он читать не сможет. Нужно время. Здесь очень важно, чтобы в учебных материалах была заложена возможность именно для самостоятельного изучения и повторения. Чтобы не вы у ребенка над душой стояли, а вы объяснили, а дальше ребенок мог и сам разобраться. Кому-то каким-то ученикам хватает коротких объяснений, как в тренажере Русиновой. Кому-то нужны объяснения по типам слогов, так же, как, например, в книге «Учись читать на пять». Кому-то может пригодиться вот такая книга. Это книга Марианны Юрьевны и Клары Исааковны Кауфман. Книга называется «Как научиться читать по-английски». Вот Виктория Бабаева пишет «Без труда не выловишь рыбку из пруда». Вы знаете, китайские студенты как-то в сочинении написали по-русски. Но бывает, когда слово перепутали. Они написали «Без труда не высунешь и рыбку из пруда». Согласитесь, звучание совершенно другое появилось у этого выражения. Правда? Итак, что это за пособие? Как научиться читать по-английски? Здесь используется авторская система обучения. Причем это система, которая подтвердила свою эффективность. Все, кто знают учебники hoppingway.ru, Клары Исааковны и Марианны Юрьевны Кауфман, все подтверждают в один голос, что читать учатся дети великолепно. Даются на русском языке объяснения правил чтения. А в аудиоприложении еще раз это все начитано. И это как раз хорошо для тех случаев, когда мало часов, надо задать на дом, родители хотели бы помочь, но не могут, потому что они говорят, ну как я проверю, правильно ребенок читает или неправильно, если я сам прочитать не могу. Пожалуйста, включаем аудиозапись и проверяем. Еще бывает важная ситуация, бывают, к сожалению, такие родители, которые вместо того, чтобы помогать, они считают, что они помогают детям, они говорят, почему ты не так читаешь, вот так читай. И говорят ребенку, как читать, очень часто сами с ошибками в произношении. И ребенок, бедный, не знает, кого же ему имитировать, учителя, родителя или аудиозапись. Вот здесь мы сразу говорим, дорогие родители, хотите помочь вашему ребенку, вот книжка, которая вам поможет, аудиозапись бесплатная, хотите, скачайте запись, хотите, посмотрите на книжку, сейчас ее по рядам пущу, посмотрите. Сможете ли вы с помощью этой книжки помогать вашим детям? Нужна ли будет вам большая помощь? Легче ли будет детям осваивать эти материалы? Или репетитора слушать? Да, есть такие проблемы, к сожалению. Давайте мы посмотрим, кстати, здесь много авторских стихов, песен и прочего. Посмотрите, как здесь строится обучение, любопытно. Здесь интересный подход. Авторы обучают алфавиту, ну, во-первых, с помощью сюжетной истории. Что это за такая сюжетная история? Девочка Аня поехала вместе со своей, то есть история, которая понятна в начальной школе. Девочка Аня со своими родителями поехала в Англию на лето, и там для того, чтобы ей общаться с друзьями, со сверстником, ей же надо по-английски уметь говорить. И вот волшебный ворон, с которым она встретилась, учит ее как раз говорить по-английски. То есть то, что и требуется. Я прошу прощения, коллеги, сейчас немножко нужно распутать один провод, для того, чтобы у меня были наушники, и мы с вами могли бы еще и песенку послушать. Я же не зря говорил о том, что здесь песни используются в этом курсе. Я бы вам хотел бы одну песню показать. И посмотрите, вот у нас ворон объясняет по-русски. Но здесь вот какая особенность. Начинают не с буквы A, B и C. То есть вот это вот, пока еще алфавит выучат, а пока учи какие-то слова устно, а потом остальные когда-нибудь научишься читать. Нет. Здесь авторы делают по-другому. Каждую букву, которую изучают, тут же используется для чтения слов, которые дети понимают, могут увидеть на картинке, могут использовать каждый день. Вот мы на первом занятии выучили буквы N, T и I. И тут же появляются слова N, it, tip, pin и так далее. Причем это нарисовано и на картинках, и это можно в речи написать. Во втором уроке выучили в занятии букву И, и появляется слово tend и уже многие-многие другие. То есть читать сразу можно это все. И посмотрите, есть и такие упражнения. Соедини букву с транскрипцией. Найди буквы на картинке. И это тоже важно, потому что на самом деле дети вроде бы на картинках ищут, они любят это делать. Помните, мы говорили, иначе упражнения скучными кажутся. А на самом деле дети смогут учиться читать разные почерки и разные шрифты таким образом. И плюс, как я уже говорил, вот, например, упражнения. И в учебниках этого упражнения нет. Это был переработан материал для того, чтобы включить именно в пособие. Потому что вместо учебника, который всеобъемлющий, который охватывает грамматику и прочие-прочие вещи, нужно было материал так скомпрессовать, чтобы, с одной стороны, у детей было достаточно интересных упражнений, а с другой, они по-прежнему понимали все, о чем они, что им приходится читать. Тут истрановедческий материал есть в небольших количествах на русском языке. Но и тут же мы уже сразу слова читаем. Это все для того, чтобы дети сразу понимали, зачем они читают. Помните, я напомню вопрос в чате. Как быть, когда мы детей просим читать столбики слов, они говорят, нет, а скажите мне, что это слово означает. Дети хотят это знать. Вот здесь они таких вопросов не задают. Им и так объясняется. Перевод, картинка и так далее, и так далее, и так далее. Вот посмотрите, Светлана Сергеевна пишет. Пока работал по happyenglish.ru, никаких проблем с обучением чтению не было. Потом вынудили сменить программу и начали в второклашке плавать. Да, к сожалению, какой бы ни был учитель замечательный, а именно хороший учитель умеет выбрать хорошее пособие учебное и учебник, все равно проблемы будут, если у учителя не хватает инструмента и времени. Это то, о чем вы и писали. И посмотрите, пожалуйста, коллеги, знания, как проверять. Вспомните, мы говорили, нужны игры. И вот у нас есть игры, настольная игра, это целый разворот книги. И посмотрите, что мы проверяем. Произнеси это слово по буквам. Это знание алфавита, правда? Назови эту букву. Что это? Назови, это знание странновеческих явлений. Как это называется по-английски? Опять же, какие буквы обозначают звуки? С, ЭЗА. И мы повторяем правила чтения. Назови две вещи, которые нужны в походе. Мы изучали слово tend, еще одно слово дети изучали, вот их надо вспомнить и назвать. То есть, вот эта вот игра, она позволяет интегрированно повторить и правила чтения, и немножко странновеческих материалов и прочее. Вроде бы простая вещь по задумке, а посмотрите, как это эффективно и интересно может быть. Кстати, уважаемые коллеги, если у вас нету кубиков, сейчас почему-то кубики найти трудно в магазинах. Знаете, что можно сделать? Первый вариант. Берете карандаш, граненый. На каждой грани пишите цифру. И затем дети просто катают карандаш. Они карандаш прокатили и поняли, какая цифра. Дети действительно любят и кубики кидать, и проверять материалы такими способами. И посмотрите, пожалуйста, та же самая транскрипция. Конечно, писать транскрипцию нет смысла обучать в начальной школе. Просто потому, что транскрипция нужна для одной очень простой причины, чтобы ребенок мог в словаре прочитать незнакомое слово и четко понимать, как он его читает. Правда же? Но тем не менее, какие могут быть упражнения? Я не зря говорил о том, что здесь в этом пособии очень много авторских стихов и песен. И посмотрите, как идет работа. Есть песни, которые просто написаны словами, а есть песни, которые написаны транскрипционными знаками. Но посмотрите, как дети эту рождественскую песенку поют. Слова записаны в транскрипции, чтобы легче было читать, и они понимают, зачем эта транскрипция. Сначала дети читают стихотворение, а потом уже поют, а потом еще и караоке-версия есть. Давайте мы, коллеги, с вами послушаем эту песню. Я надеюсь, что она сработает. С утра что-то не очень срабатывало. Вот посмотрите, кто-то пел на Новый год. Сейчас перед вами появится темный экран. Не пугайтесь, это так и должно быть. Напишите, пожалуйста, когда темный экран появится. Появился. Ну, попробую запустить песню, потому что утром к чему-то не пошла. Если не сработает песня, я скажу, где можно абсолютно бесплатно ее скачать. Надо сказать, кстати, где скачать аудиоприложение к этому пособию «Учись читать по-английски». Если надо, мы вам в чате ссылку дадим. Так, еще раз запущу. Утром была та же самая проблема. Начиналась песня, но это вот что-то именно с интернет-каналом. Да, началась и прервалась. Вот у меня та же самая картина, к сожалению. Ну, попробую еще раз сделать, вдруг заработает. Если не заработает, пойдем дальше. Видимо, что-то с новой платформой для вебинаров в какие-то моменты. Раньше такого не было. Да? Ну, что ж, уважаемые коллеги, ну, не получается песню запустить. Мы вам дадим ссылку на скачивание аудиозаписи, аудиоприложения, точнее, к этому пособию. А вот, кстати, обратите внимание, сначала родители, из опыта работы именно с этим материалом, сначала родители были в недоумении от записи песни и транскрипции, их детишки удивили, когда озвучилось все в полном объеме, да еще ладно и складно. Действительно, так работает. Можно ли сказать, что эта пособия является дополнительной базой для хэппингаш? Вы знаете, это не столько дополнительная база, как Марина Александровна спрашивает, здесь очень много материала воспроизводится. Это дополнительная база в том случае, если вы занимаетесь по другому учебнику, а вы хотели бы использовать именно вот такую понятную и простую систему обучения, которая помогла бы поработать. Коллеги, ну, с песней не срастается у нас сейчас. Мы вам дадим ссылку на скачивание аудиоприложения. А пока давайте пойдем дальше. Давайте посмотрим на игры в обучении чтению, которые можно использовать. Я сейчас покажу пример из алфавитных карточек. Посмотрите, какие игры используются. Например, вспомни слово. Эти игры описаны здесь. То есть пять игр приводится. Покажите детям несколько карточек, назовите то, что на них изображено. Выложите карточки на стол, а затем переверните одну из них картинкой вниз. Попросите детей назвать, какую карточку перевернули. Начинайте игры с трех карточек и постепенно доводите до семи. Эта игра развивает память. Есть игра «Маленький помощник». Игра «Верно-неверно». Я думаю, даже по названию можно догадаться, что можно использовать. Игра «Юный детектив». Очень интересная. И, наконец, игра «Моя сказка», где у детей развиваются прекрасные еще и творческие способности. Но, конечно, этим игры не исчерпываются. Давайте мы, коллеги, поделимся друг с другом теми играми, которые вы используете для обучения чтению. Я для вас две вот таких вот нашел и предлагаю попробовать. Первая игра «Sorting Game», я ее назвал. Нужны карточки с написанными словами. А на доске рисуете две колонки, и каждая колонка подписана буквой. И нужно к каждой колонке прикрепить все слова, которые начинаются с этой буквы. Вы можете и в командах соревноваться, давать по одинаковому набору каждой группе детей и смотреть, что они скорее рассортируют. И по одному, и устраивать эстафету и прочее. Точно так же можно устроить «Ending Game». Точно так же, как «Sorting Game», только в колонках написано «Окончание слов». И вот здесь окончание слов как раз могут помогать запоминать грамматику. Это окончание «ed», «ing», «s» и так далее, и так далее. Можно вот с этим поработать. Поработать. Коллеги, а какими еще вы играми пользуетесь? Напишите. Вот, например, такие игры используют индивидуальные, даже фронтальные, с применением интерактивной доски. Да, и интерактивная доска работает. Это тоже помогает. А есть еще интерактивные плакаты, которые тоже помогают нам таким образом работать. Ирина спрашивает, присоединилась к вебинару недавно. Скажите, пожалуйста, можно ли вы посмотреть полностью в записи. Да, мы завтра выложим и презентацию, и видеозапись вебинара. Игра «Missing Letters», пишет Анна Гусева. Анна, а напишите, пожалуйста, что это за игра. Простите, я о метке одновременного восприятия слов при обучении чтению. Будете говорить? Я думаю, что да, то, что не успеем сегодня поговорить, мы об этом поговорим на следующем вебинаре. Зоя Викторовна пишет. В одной из школ от родителей первоклассников администрация потребовала, чтобы дети начали заниматься с репетиторами по английскому языку. Еще до того, как во втором классе они начнут изучать язык. Книга Кауфман «Прекрасная помощь для родителей». Вы знаете, вообще, требования администрации о том, чтобы заниматься языком с репетиторами, это очень странное требование. Уж разумно было бы, если бы администрация ввела бы вводный курс в первом классе, как внеурочную деятельность, как факультатив, как дополнительную платную услугу и так далее. Очень было бы разумно вполне. Но говорить «идите к репетиторам» это, к сожалению, значит, что администрация понимает, что они не дали в руки учителю того инструмента, который позволит учителю выбрать. И при этом администрация продолжает это делать. Это как по меньшей мере странно. Еще одна игра. Крупные карточки с словами раскиданы по полу. Дети по заданию либо подбирают слова, либо встают на них. Тоже хороший вариант. У нас в школе внеурочная деятельность в первом классе. Посмотрите, пишет коллега. И действительно, это очень удобно. Вот когда есть внеурочная деятельность, можно прекрасно взять пособие, например, Кауфман, потому что оно позволяет не только правила чтения выучить, но и познакомиться с Англией, и основы грамматики начать закладывать. И на какой бы вы потом учебник не перешли во втором классе, у детей уже будет вполне солидная, достойная база. Но мы с вами... Давайте посмотрим на интерактивные плакаты. Это одна программа, которая рассчитана на всю начальную школу. Помимо того, что там есть обучение чтению, там есть и другие вещи, конечно же. Итак, коллеги, у вас сейчас на экране появится изображение стартового экрана интерактивных плакатов. Появилось? Кстати, очень хорошая действительно игра, которую уважаемый коллега Анна Гусева советует, когда вставляем пропущенные буквы в изученных словах. Итак, давайте мы посмотрим. Коллеги, сейчас звук будет, но звук будет не очень четкий, потому что я включаю колонки, и из колонок звук будет пыть через микрофон. Но нам это надо для того, чтобы понять, как это работает. Итак, знакомство с алфавитом. Посмотрите, у нас появляется алфавит. И у нас за каждой карточкой скрывается слово, которое с этой буквы и начинается. И так далее. Я думаю, идея понятна. Правда же? Тут на какую букву не наведи. На какую букву не наведи, появляются вот эти вот моменты. У нас есть электронная пропись. Великолепно работает с интерактивной доской. Выбираем букву. Например, букву L. Я попроще для себя выбираю. И посмотрите, можем заглавную букву, можем маленькую букву выбрать. Но выбрали заглавную. Берем маркер. И маркером, если мы правильно проводим, с мышкой как раз не очень удобно. А вот если мы одним движением, а на интерактивной доске прекрасно работает. Если правильно провели, буква закрасилась. Если взяли маленькую букву, детям попроще так бывает. Провели, тоже буква у нас закрасилась. Вернулись к алфавиту. Берем, например. И здесь очень важно закрашивать именно в том порядке. И не отрываясь, как это делается. Для того, чтобы это все получилось. Но мышка не очень предназначена, конечно, для таких вещей. Но тем не менее, я думаю, идея понятна. С интерактивной доской работает хорошо. И есть несколько игр. Объясняется, если вы кликните на изображение вопросительного знака, то вы увидите объяснение игры. Что нужно сделать? Соединить слова в алфавитном порядке. Когда все слова соединены, подтащи корабль к первому по алфавиту слову, нажми кнопку, галочка. Игрок, который выполнил задание, правильно получает бонус. И есть два уровня. Изи. Четыре острова. И Хад. Семь островов. Ну, давайте выберем Изи. Просто ради экономии времени. Итак, коллеги, какое первое слово у нас будет? Какой остров? Напишите мне, пожалуйста, в чате в каком порядке? Дети действительно очень любят работать с интерактивной доской. Это и бонусом становится. Это будет и некий 5-minute activities, когда вот у вас что-то на уроке пошло не так, время осталось. Наградить можно. Вот, посмотрите. От. Чат. Доктор. Фром. Проверяем. Подтаскиваем корабль к первому слову. И жмем на кнопочку с галочкой. Проверяем себя. Пойдемте дальше. Игра следующая. Letters on the fence. Давайте посмотрим. Надо найти пару букв, которые написаны на заборе. И можно выбирать прописная, заглавная и прочее. Ну, давайте вот так вот. Это то, с чем у детей проблемы. B и D путают постоянно и прочее. Если правильно выбрали... ... 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 А вот давайте ошибемся. Неправильно. Неправильно. Пробуем еще раз. То есть, вот такая игра. Довольно простая. Игра молочный суп, коллеги. Я вижу вопрос, я отвечу. Ольга пишет про острова. Не поняла, в чем суть задания. Выстраиваем, соединяем слова в алфавитном порядке. То есть, мы не просто буквы в алфавитном порядке вспоминаем. А мы именно их в словах учим. Это первые шаги для того, чтобы ребенок потом в словаре научился ориентироваться и слова находить. Просто это в игровой форме отработка. Здесь игра. Найти букву по названию. Щелкаем на кнопке динамик. Послушаем, какую букву называет диктор. Находим в тарелке. Перетащим в ложку. Если задание выполнено правильно, буква съедается. Эти все буквы можно, видите, здесь перетаскивать, искать и прочее. Буква Си была. Ну-ка попробуем ее подхватить и в ложку. Эй. Правильно. Следующая буква. А видите, они разных цветов. Не так легко. И они продолжают двигаться. То есть ребенок учится букву воспринимать под разными углами, с разных сторон и уверенно вспоминать. На бумаге мы так не сделаем, как мы ни крути книгу. Рок-клайма. Игра соревнования. Здесь нам надо угадать, какая буква в морзлую ледяную глыбу. И здесь как раз можно на команду очень хорошо делиться. Давайте, коллеги, кто первый угадает. Мы находим место любое на экране. Кликаем. И ищем эту букву. И кто раньше догадается, что за буква. Как только догадались. А буквы-то есть и заглавные, и маленькие. Кто догадался? Вот кто-то пишет T, кто-то пишет J, а мне кажется F. Давайте попробуем. Правильно. А вот теперь еще разок попробуем. Буквы каждый раз появляются в случайном порядке. То есть здесь, даже если мы эту букву не изучали, все равно это хороший способ повторить. Какая буква? Догадались? Z, причем большая или маленькая? Большая. Давайте проверим. Верно. А кликнули бы на маленькую? Могло бы не получиться. Вот такая вот игра. И последний, наконец, поезд. Здесь смысл вот в чем. Выбираем опять уровень сложности, это количество букв. А задача расставить буквы в алфавитном порядке. Не слова, как мы с вами делали, а буквы. Вот у нас поезд поехал. Подъезжает к семафору. А буквы-то и потерялись из вагонов. И нам теперь надо помочь эту катастрофу исправить. Если мы сделаем правильно и нажмем на кнопку, поезд сможет дальше поехать. Если неправильно, поезд дальше не поедет. А что было бы, если бы какие-то буквы неправильно встали бы? Если буквы какие-то неправильно встали бы, то даже целиком алфавит весь может выехать. То нам пришлось бы тогда только эти буквы назад выставлять. Коллеги, вот из этих игр, какие были бы наиболее полезны вашим ученикам? Пока вы про это думаете и пишите, я посмотрю на ваши вопросы, которые пропустили. Итак, получили информацию о мониторинге в 4-9 классах от знаника. Что-нибудь известно для всех обязательно или избрано? Коллеги, любой мониторинг, я, кстати, буду в феврале проводить работу по диагностике по внешней, любой мониторинг, который проводится, либо это идет мониторинг федеральный, либо региональный, и тогда приходит распоряжение от управления образования, либо это как часть системы контроля качества обучения в школе. Тогда в этой системе сама школа принимает решение участвовать или не участвовать. Пишите, все пригодились бы. Кому-то milk soup и так далее. Дети зарегистрировались, я класс. Да, каждый делает свою поезд очень хорошо. Все игры интересны. Rock Climber. То есть, посмотрите, вы уже сами видите, что можно использовать, как и что пригодится. Ну что ж, мы возвращаемся к презентации. Мы посмотрели эти игры. Появилась презентация у вас снова? Действительно, дети будут играть. И даже если нет времени поиграть в эти игры в классе, то это может быть как дополнительное задание, как награда, бонус за успешную работу. Вы хорошо справились, у нас осталось 5 минут, я вам разрешаю поиграть. Либо это хорошая тренировка дома. Причем, уважаемые коллеги, если вы помните, когда у нас появился только этот экран, то вы видели, а тут даже без интерактивной доски. Здесь можно работать даже просто, например, сажаете ребенка за компьютер, он мышкой пользуется. Если есть ноутбук с тачпадом, то еще лучше тогда все эти прописи прекрасно будут работать. Но если вы помните, то здесь не только игра алфавитная. Там были разделы грамматика, это весь грамматический материал по примерной программе для начальной школы. Раздел фонетика и раздел vocabulary. То, что может пригодиться. Есть такое в мобильных приложениях. А сейчас расскажу, вы предвосхитили мой вопрос. Коллеги, я вам предлагаю установить себе на планшеты и на смартфоны бесплатное мобильное приложение для операционной системы Android. Это приложение. Вот нет, интерактивные плакаты не будут на планшете работать. Это только десктоповые версии. А вот бесплатное мобильное приложение, оно именно мобильное, оно как раз и будет работать. Посмотрите, что оно из себя представляет. Оно немножко другое по реализации. Оно будет по-другому действовать. Но там есть, посмотрите, пожалуйста, несколько игр, презентация алфавита, несколько игр. Вы можете посмотреть в интернете, на канале YouTube. А для того, чтобы это приложение установить, как я уже говорил, для того, чтобы установить это приложение, вы можете найти это в Google Play Store. Но где скачать? Самый простой вариант. Заходите на сайт bookstereotory.com. Ой, я прошу прощения, у меня была русская раскладка. Вы можете прямо сейчас в отдельной вкладке открыть. Сайт bookstereotory, одним словом, множественное число, books.com. Заходите на этот сайт, и у вас есть вкладка приложения. И там не только алфавит, там еще три приложения, которые позволяют разные темы обучать. И там есть как раз игры. Поэтому, коллеги, можете себе установить. Это будет на планшете, это будет на телефоне работать. И родители, можно сказать, дорогие родители, не покупайте детям решебники, в которых часто ошибки содержатся. Хотите, чтобы ваш ребенок с пользой провел время, вот вам, он учит алфавит, помогите ему. Он не только алфавит, он еще и слова будет учить, которые ему помогут в этом плане. И еще один метод, о котором мы поговорим буквально еще 10, максимум 15 минут, но я вам хотел показать видеофрагмент урока. Это метод чтения целым словом, который во многих учебниках сейчас начинают использовать, и у него свои подводные камни есть. У нас есть картинки, то, что эти слова передают значение. И у нас есть силуэты написанные, и нам надо соединить слово с силуэтом, с картинкой. То есть мы учимся по силуэту видеть, но и в силуэт мы еще и прописываем. Это один из приемов. У этого метода есть свои плюсы и минусы. Плюсы вот в чем. Скорость обучения при использовании метода чтения целым словом высокая. Просто потому, что не надо ждать, пока дети выучат алфавит, и поскольку ждать этого не требуется, то, соответственно, и дети обучаются гораздо быстрее. У них сразу появляется опора для запоминания новых лексических единиц. И здесь этот метод хорош чем? Тем, что туда очень удобно вписать любые другие виды речевой деятельности. Но есть минусы. А минус следующий. Если метод звукобукных соответствий позволяет читать все слова, незнакомые, знакомые, главное по правилу, то здесь дети хорошо читают только те слова, которые они уже знают. Незнакомые слова, к сожалению, дети не читают. Просто потому, что им неоткуда этому умению взяться. У детей ограниченный объем памяти. Поэтому много лексических единиц твердо дети не запомнят. Либо нужна высочайшая повторяемость, как снежный ком растет количество слов, либо количество слов будет маленькое. И, наконец, от учителя требуется тоже высокой активности подготовка, а при объеме бумажной работы, при количестве уроков, при том, что все работают в основном на полторы ставки, но к концу рабочего дня высокая активность. Но... И, коллеги, я не знаю, как у вас, у меня к концу рабочего дня активность уже совсем невысокая бывает. То есть вот та самая проблема. Давайте мы с вами посмотрим, вот как же можно сбалансировать минусы и плюсы метода обучения, чтения методом целого слова. Сбалансированный подход используется в курсе Милле. Каким образом это работает? В течение первых трех юнитов, всего во втором классе 10 юнитов, дети изучают алфавит. При этом в течение целого года дети учатся читать методом целого слова. Но как только дети выучили алфавит, посмотрите, без спешки, всю первую четверть спокойно учат алфавит. Не по две, не по три, не по семь букв за урок. Не за семь уроков весь алфавит, а очень спокойно и не спеша. Это совершенно не мешает, именно потому, что дети параллельно методом целого слова. читают слова новые. Но как только они алфавит выучили, метод звукобуквенных соответствий приходит на помощь их памяти. И вот здесь я вам и хотел показать видеофрагменты урока. Вот, например, рубрика We can read. Это звукобуквенные соответствия. What color is the cat in the clown's computer? И мы с вами смотрели и примеры того, как это используется, и как можно с карточками использовать. И мы смотрели, каким образом можно blended phonics, можно analytical phonics, и то, и то здесь можно использовать. Но потом у нас включается метод чтения целым словом. Коллеги, готовы посмотреть видеофрагмент урока? Есть у вас силы еще минут на 6-7. Коллеги спрашивают, будет ли вебинар по орфографии. Коллеги, если нужен такой вебинар, я готов его провести, или мои коллеги проведут. У нас на форуме есть такая специальная тема, тема для предстоящих вебинаров. Напишите, какой вебинар вам был бы интересен. Если нужны развития орфографических умений, пожалуйста, мы проведем. Ну что ж, тогда, коллеги, давайте посмотрим на видео. Сейчас перед вами опять появится черный экран. Не пугайтесь. Так и должно быть. Не просто черный экран, но посмотрите. Уже изображение. Я кое-какие вещи буду проматывать. Вот посмотрите, Надежда Титоу пишет, работала по милле, дети сейчас в 9-м классе учатся, очень хорошо читают. Замечательно. Ну что ж, тогда запускаем видео. Коллеги, я сразу перемотаю. Этот урок ведет один из авторов учебника Милле. Итак, один из способов повторения алфавит. Помните, мы говорили про мультисенсорный подход, когда мы и слышим, и двигаемся, движение нам на помощь приходит, и даже всем телом. Посмотрите, как здесь дети повторяют алфавит. Используете ли вы такое или не используете на уроках прием? What letter is it? What letter is it? Be. Be. Okay. Be. Alright. Можете на Class. Please. Come. Uh-huh. Please. Well, what letter is it? What letter? Okay? What letter? Well, please. A. Okay. A. Okay? Sit down. Thank you. Well, come here. Well? What letter is it? What letter is it? K. Okay. Thank you. Конечно, алфавитная песенка есть. Но мы ее не просто поем, а видите, слышим букву, поднимаем карточку. О, P, Q, R, S, T, U. V, A, F, Y, Z. V, A, W, X, Y, Z. That's the alphabet, that's what I said. V, A, W, X, Y, Z. That's the alphabet, that's what I said. В, A, W, X, Y, Z. 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 В, A, W, X, Y, Z, Y, Z. Дети эти карточки весь остаток урока будут видеть почти, поэтому не страшно, что быстро учитель убирает. Я немножечко перемотаю вперед. Коллеги, обратите внимание, сколько лексических единиц вводится для чтения? Всего 7. Вы помните, наверное, среднее число, стандартное количество единиц, которое оперативной памяти у человека может запомнить. 7 плюс минус 2 единицы. Нетренированная память 5 единиц, более тренированная 9 может запомнить. Здесь берется специально такое количество, чтобы даже слабый ребенок мог справиться. Слабый немножко память потренирует, но все справятся. Итак, посмотрите, дети увидели картинки, рядом даны слова. Мы не анализируем каждую букву, мы не читаем каждую букву, как читается. Мы сразу целиком слово, и мы его сразу зрительно впечатываем так, чтобы оно с картинкой ассоциировалось. Но после того, как мы показали, конечно, этого недостаточно, чтобы дети прочитали. Для них пока это загадочный набор букв, которые они каждой поддельниц только просто повторили из алфавита. Давайте читаем все вместе. Эрюла, э бук, э exercise book, э school bag, э pencil case, э pencil, э pen. Итак, по очереди убираются все картинки. Я снова перемотаю немножечко. Кстати, Владимир Павлович, не переживайте, что ребенок справа устал. Поверьте, в конце урока он очень оживленный будет. У всех детей бывают спады и подъемы. Если сейчас на него переключиться, то ход урока весь сразу замедляться начнет. Я думаю, что вы же тоже на своем уроке, как только видите одного единственного уставшего ученика, вы же не бросаете весь остальной класс и не пытаетесь именно вот с этим учеником сейчас поработать. Конечно, как-то подбодрить можно. Но поверьте, здесь так обучение построено, что он сейчас взбодрится. Итак, вроде бы учитель детям сказал «you can read», но действительно ли мы можем быть уверены, что дети читают? Вовсе не факт. Надо проверить теперь, осознательно они это читают или они просто как стишок выучили. Итак, a ruler, a book и повторяют как стихотворение, не осознавая, что они говорят. А вот посмотрим, как проверяется. То есть пропущено одно слово. Коллеги, весь урок не выложен. Посмотрите, здесь учитель читает, пока мы нигде его не выкладывали, эту видеозапись, мы ее используем на семинарах обычно. Учитель читает все слова, но пропускает какое-то, и дети слушают, какое было пропущено. Но после этого работа продолжается таким образом. Посмотрите, пожалуйста. Уже не просто слова пропущены. Дети речь хорошо понимают, потому что они все эти выражения слушают каждый урок. Там очень небольшой набор фраз, но эти фразы абсолютно стандартные, они каждый урок повторяются. Детям не говорят каждый раз разными терминами, а задание строится так, что дети их просто уже воспринимают нормально. Итак, продолжение. Игра Clever Parrots. Что это за игра Clever Parrots? Детям показывают карточку и читают то, что на ней написано. Если учитель прочитала правильно, дети повторяют. Если учитель прочитала неправильно, то дети не повторяют. Они же не просто Parrots, они же еще и Clever. Продолжение следует... Посмотрите, пожалуйста, коллеги, картинки размещены в разных местах на в-классе, дети передают из рук в руки карточки. Вот теперь мы и проверяем, сможет ребенок прочитать вообще и понять, что там написано, или он это все зазубривал тоже. Вы знаете, я думаю, комментируя вопрос, я говорю каждый урок на английском языке, тем не менее, они думают, что же я сказал. Коллеги, должен быть набор определенных classroom language, обиходных выражений. И одно и то же действие, должно быть сформулирована установка на это действие одной и той же фразой. Маленький пример, я прошу прощения, что отвлекаюсь, но мы сейчас досмотрим. Мне рассказывала об этом Нина Николаевна Князева, она старший преподаватель кафедры филологии Удмуртского республиканского института повышения квалификации работников образования. Нина Николаевна сама несколько лет работала по учебнику Милле. И она говорит, вы знаете, вот, говорит, как-то мне ребенок вдруг выдает во втором классе в конце. Говорит, excuse me, can I borrow your pen? Я, говорит, где сидела, чуть не сползла со стула. Я вам передаю слова Нины Николаевны, это застольный разговор за чашкой чая был. Нина Николаевна говорит, я, говорит, чуть со стула не сползла и начала думать, откуда он вообще такую фразу знает, как он мог вообще это сказать, мы же не изучали вроде бы. А потом, говорит, я поняла, там очень много поделок, много ручной работы. Она говорит, я подхожу к детям, помогаю им, но я же, говорит, не буду с собой и карандаши, и ножницы, и все, что угодно носить. Я просто подхожу, и когда мне надо помочь, я автоматически ребенку говорю, excuse me, can I borrow your pencil? Can I borrow your pen? Can I borrow your scissors? И так далее. И дети просто запомнили, что если ты хочешь у кого-то что-то на время взять, надо сказать, can I borrow your... И потом сказать, что ты хочешь взять. Вот посмотрите, тот самый усталый, сонный ребенок, он самое первое упражнение выполнил, как он быстро побежал и сделал. Вспоминай, что мы сейчас делаем с вами на занятии. Что мы делаем? И вот рефлексия. Как мы делаем с карточками? Передавали по карточке? Как ты говоришь? А это что, по карточке? Потом мы искали по названию этих карточек их картинки, и потом их читали. Замечательно. Еще что мы делаем с вами? Еще, ну, здесь свои буквы, ну, да, слова разложили, мы закрывали глаза, вы одно слово убираете. Да, совершенно верно. А что мы еще делаем? И картинки еще. То есть, вот момент рефлексия. И, видите, ребенок моргает, но тут, скорее всего, просто глаза устали. Это не такая усталость у ребенка. Вот я бы сказал, что у человека конъюнктивит. По себе зная. Или контактные линзы подсохли. То есть, вот такие вот приемы обучения и такая методика работы по строению урока чтению методом целым словом. Вот кто-то в чате написал, что чем столько времени тратить, можно было бы уже и звукобуквенное соответствие выучить. Да, вполне возможно. С другой стороны, один урок, когда вводится лексика и повторяется, отработали. Затем потом мы продолжаем всю эту лексику, всю эту тему отрабатывать, а дети ее уже читают. То есть, вот такие вот проблемы, к сожалению, есть. Кстати, коллеги в комментарии говорил, что вот дети выглядят лет на 10. А вам как показалось? Потому что, насколько я знаю, это снимались первые годы обучения английскому языку. То есть, вроде бы второй класс. Но у вас здесь опыта больше. Я в школе в началке никогда особо не работал. У меня очень небольшой опыт работы в школе. Поэтому посмотрите. Кто-то пишет, второй класс, кому-то лет 8, кажется. То есть, тут действительно индивидуально, наверное. Итак, коллеги, подводя итоги. Посмотрите, у кого какой опыт. Для кого-то это развитые девятилетки. Для кого-то это второй класс. Для кого-то третий класс. Сейчас дети очень взрослые есть. То есть, действительно, по-разному бывает. Коллеги, мы подходим к концу. Вот маленькие по говорению видно. Действительно, вы же слышите, как они по-русски говорят. Крупные, но пока еще юные. Итак, коллеги, подводя итоги. Скажите, пожалуйста, просто маленький опрос. А какой подход к обучению чтению вы, как правило, используете? Я имею в виду звукобуквенные соответствия метод целым словом. Просто из вашего опыта. Звукобуквенный, Снежана Кутафина. Звукобуквенный, целым словом. По Кауфману это звукобуквенный метод. Хорошо. Комбинирую несколько. Тоже очень хороший подход. Это как раз как в милле используется. Стараюсь сочетать. Я, коллеги, когда этот вебинар планировал, я как раз и пытался вам показать интересные и сильные стороны каждого из подходов, для того, чтобы при необходимости вы либо могли комбинировать, либо вы, например, сказали, да, я знаю, что такой метод есть, я знаю, как он работает, но я знаю, как работает тот метод, который я использую, и я знаю его сильные и слабые стороны. Вот как я эти слабые стороны обхожу. А скажите, пожалуйста, а с какими сложностями ваши ученики сталкиваются, а какие приемы, может быть, наоборот, работают хорошо? Исключение это сложности. Игры из милле хороши. Действительно, там игры просто великолепные. Тренажер по чтению Русиновый, отличный, согласен, тренажер очень качественный. Звук и буквы сложноватые идут, исключения. Игры хорошо работают, по правилам чтения подбираю слова. Но, знаете, здесь подбирать как раз особо не нужно, тренажеры есть теперь. Пугают буквы типа чтения. А вот попробуйте как раз книгу учись читать на 5. Я прошу прощения, к вечеру не только дети устают, но и взрослые 40-летние мужчины тоже. И, коллеги, финальный вопрос. И после этого я даю ссылку для получения сертификата и буду продолжать отвечать уже на ваши вопросы. Коллеги, как вы считаете, из того, что вы видели на вебинаре, что может вам пригодиться и помочь вообще в решении задач в обучении чтению? Что вам пригодится? Вот очень приятно, как пишут, что практически все очень полезно. Но ведь что-то же вы в первую очередь будете использовать, а что-то вы на потом отложите. Для кого-то, видите, это тренажеры. Вот кто-то любим хором читать меня интонацию. Это хороший подход. Сначала учим правила чтения, буквы, сочетания, потом правила по типам слогов. Тренажеры и обучающие программы. Отлично. Информация полезная. Узнали интересные пособия, которые можно использовать в обучении игры, развития. Вспомнили про умных попугаев. Подзабыли игру. Видите, как иногда хорошо забытые старые оказываются чудесные вещи. Ну что ж, уважаемые коллеги, я вам сейчас дам ссылку на то, как можно скачать сертификат. Она появится в чате. И я вам хотел показать еще, буквально по слову, про каждый слайд, по предложению, что вам может пригодиться. Ну, во-первых, новые книги, которые появились, и где купить дешевле. И сейчас появится информация, на слайде появится информация подробная, как скачать сертификат. Итак, уважаемые коллеги, вышло пособие для тренировочной тесты для подготовки к ВПР, Всероссийской проверочной работе по английскому языку, которая будет 20 марта во многих школах в 11 классе. Если вам нужна тренировка, вот это пособие вышло, оно совсем недавно появилось, но пока, кроме как в титуле, ни у кого таких вещей нет. Посмотрите, Мария Карташова пишет, я не пожалела, что посмотрела еще раз, получила комментарии на свою работу, особенно приятно, как молодому учителю. Спасибо огромное. Ну, вот это очень приятно, когда человек и второй раз что-то для себя новое находит. Затем сборник Олимпиады по английскому языку для 5-6 классов. Это 5 полных вариантов Олимпиады, причем это все с ответами книга, можно использовать и для подготовки для более старших возрастов, и как банк заданий. Есть Олимпиады по английскому языку для 7-8 классов, это тоже формат Всероссийской Олимпиады. Сейчас мы готовим к выходу Олимпиады для начальной школы, сборник книг. Я завтра поеду в Москву в студию писать, как раз с носителями языка договорились, которые приедут записывать аудиоприложение к Олимпиадам. Вот эта вот книга, о которой мы говорили, «Как читать на 5», вышла еще осенью, в октябре, в конце книга Елены Николаевны Солововой, ЕГЭ, английский язык, письменная часть экзаменационной стратегии. Здесь как раз пошаговое объяснение. Я проводил уже три вебинара о подготовке каждой из частей ЕГЭ, аудирование, чтение, лексика и грамматика. Именно как раз с точки зрения стратегий и алгоритмов, которые работают. Я являюсь одним из авторов этой книги. И сейчас, завтра опять будем записывать аудиоприложение, еще книги, которые мы отправляем в типографию. Это «Стратегии ВПР», тоже Елены Николаевны Солововой. В начале февраля уже эта книга будет появиться в продаже. И вот по поводу диагностики мы говорили. Вышел сборник диагностических работ для школ Москвы. Базовый уровень. Здесь пять тренировочных тестов. Автор Кирилл Павлович Словохотов. Он автор замечательных пособий по грамматике. Может быть, кто-то из вас уже ими пользуется. Они вышли в 2017 году в издательстве «Титул». Здесь сделаны эти тесты в формате тестов, которые МЦКО предлагает диагностику. Именно в Москве Центр качества образования. Но это все формат ОГЭ, поэтому можно использовать для подготовки к ОГЭ. И, как я еще говорил, где приобрести дешевле? В интернет-магазине посмотрите, что появилось. Настольные игры. Причем эти настольные игры и британских издательств, и российских. Настольные игры по английскому языку, по французскому тоже есть. Посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги. Появились настольные игры. Причем они стоят дешевле, чем в других магазинах. Я не говорю уже про магазины книжные дешевле, чем в интернет-магазинах. Мы смогли договориться с другими издательствами так, чтобы эти книги были... Книги и игры подешевле немножечко хотя бы. Некоторые значительно дешевле. Художественные книги, в том числе и неадаптированные, и адаптированные, и книги методом чтения Ильи Франко, и для маленьких детей книги с наклейками, и школа семи гномов, и пособия по ОГЭ и ЕГЭ. А вообще сейчас до 31 января идет скидка в 15% на пособия для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и Олимпиадам. И, наконец, для дошкольников на пособия. Это то, что можно и в первом классе, кстати, использовать, и как дополнительные материалы в началке. Многие из них тоже скидка 15% до 31 января. Вот где информацию можно найти, посмотрите. И магазин, и форум, и социальные сети. Там информация... Кстати, сейчас в соцсетях идут конкурсы. И вы можете новые книги получить бесплатно, выиграть их в конкурсах. Ну что ж, уважаемые коллеги, я обещал показать пошаговую инструкцию для получения сертификата. Вот эта инструкция. Я напоминаю, коллеги, код для сертификата действует только 3 часа. Поэтому у меня к вам большая просьба, коллеги, получите его сейчас, пожалуйста. Не откладывайте на потом. Через 3 часа код действовать перестанет. Если у вас есть какие-то комментарии или предложения, напишите, пожалуйста, сколько вариантов ВПР. В сборнике тренировочные тесты три варианта. В реальный ВПР, который будет на всю Россию, больше 20 вариантов может попасть. В книге, которую Елена Николаевна Соловова пишет, один тренировочный вариант ВПР. Там подробно разбираются стратегии. И еще два варианта будут тренировочные, так, чтобы можно было стратегии использовать. Поэтому если взять книги Артема Петровича Гулова и Елены Николаевны Соловова, то у вас будет 6 полных тренировочных вариантов. Это то, что можно за месяц, как раз, вернее, до 20 марта еще натренировать детей как следует. Вот, упростите доставку, пишет Ирина Коллеги. Доставка упрощается. Через неделю примерно будет добавлена доставка ЕМС. И еще через пару недель будет добавлена доставка курьерскими службами. И в течение всей весны будет количество способов доставки добавляться, добавляться и добавляться. Но вы точно так же можете покупать литературу издательства «Титул» и в обычных книжных магазинах. Обычно привозят с удовольствием эти магазины. И вы можете эту же литературу приобретать и в магазинах, интернет-магазинах. Это azon.ru, labyrinth.ru, myshop.ru и так далее, и так далее. Будет ли устная часть на ВПР? Да, устная часть на ВПР есть. Она есть в демо-версии, поэтому есть. Повторите авторов ВПР. Книга, которая сейчас есть в продаже, это Артем Петрович Гулов «Тренировочные тесты». И выйдет книга Елены Николаевны Солововой. Там еще два соавтора, главная фамилия Соловова. Вы знаете ее как великолепного, известнейшего российского методиста. Она же еще руководит разработчиками контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. Кто и где будет проверять ВПР? Компьютером будет проверяться письменная часть, устная часть – учителями. Какие школы пишет ВПР? Все. Нет, коллеги, не все школы. Поэтому здесь нужно узнавать у вашего руководства. Проверьте, пожалуйста, коллеги, получили код. Сколько вариантов в книгах ВПР? По три полных варианта. Три варианта в книге Артема Петровича Гулова. Три варианта у Елены Николаевны Солововой. Это, конечно, разные абсолютно варианты. По тот самый формат. В книге Елены Николаевны Солововой на первом варианте еще подробно объясняется алгоритм работы с каждым заданием. Подробнейшим образом вот те самые стратегии. Поэтому две книги, получится шесть вариантов. Ну что ж, коллеги, завтра мы постараемся выложить видеозапись вебинара и презентацию вебинара на сайте englishteachers.ru. Мы хотим отказаться от устной части ВПР. Имеем право? Коллеги, насколько я знаю, кажется, да, но я не могу точно сказать со ссылкой на документы. Посмотрите на сайте fipi.ru slash vpa.vpr по буквам. Имеем ли мы право ставить ученику оценку за ВПР? Коллеги, тоже не могу вам сейчас точно сказать пока. Вот когда диагностика идет, то за диагностику сама школа решает, локальным актом ставится оценка или не ставится оценка. ВПР, в общем-то, тоже. Это так же, как НИКО. Это не работа на оценку, это проверка того, насколько дети вообще, какой у них уровень, как независимая проверка. Ну что ж, коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Вот видите, кому-то уже сказали, что оценки не будут ставить. Действительно, ВПР это скорее инструмент понять, на что дети способны, чему они научились. Не те, которые выбрали ЕГЭ и пошли ЕГЭ сдавать, а именно все в массе. Ну что ж, уважаемые коллеги, я, кстати, хотел сказать, я очень рад видеть мою школьную учительницу английского языка. Среди участников Натальи Константиновны Жолобова. Большой привет. Это человек, который меня научил английскому языку, а потом Радислав Петрович Миллорд продолжил английскому языку и методике обучать. Два человека, которые больше всего повлияли на меня, как на преподавателя и на лектора. Ну что ж, спасибо вам, уважаемые коллеги. Очень приятно было с вами пообщаться. Мы вебинар заканчиваем на сегодня. Приходите к нам на следующий вебинар. Завтра список вебинаров на сегодня.